нам знаешь что нужно будет тем кто там в клавище табличку экселерскую скинуть а вот это хреновина наш умеет файлы принимать фейсбук скинем все еще на чем проблема короче я тебе в этот кинул скайп и все да потом разберемся табличку потом добавим или сам я про skype отключил так всем привет хочет голосом приглашаем ссылки звук есть 1 2 3 1 2 3 да я надеюсь это самое затягивать не будем принципе у нас сегодня тема достаточно простая чем сейчас я начну с этого как его знать вообще теория потом ты на это самое что надо делать по факту то есть что требуется от людей что мы сделаем вот а потом расскажу то есть преимущество ну как я себе это вижу давай конечно каждый использует и писи вообще по-своему счет у нас народ чуть подождем что там со звуком вроде звук должен быть 1 2 3 1 2 3 звук должен быть 1 2 3 1 2 3 тема сегодня эффективная реклама амазон амазон это по факту на самом деле получается это чем больше нас есть инструментов тем более универсально то есть но я свой как бы расскажу так скажем опыт ты его сам видишь я так понимаю как я работаю вот из-за этого чем больше инструментов тем ну тем легче работать просто потому что если у тебя нет никаких инструментов или инструментов мало ты не волшебник нельзя сделать нормально продающий канал продаж ну дополнительный канал продаж это два точнее да у кого ты и нет для тех 2 еще бы их и джекеров удаляйся вообще-то сказка была тогда и это не нужно я не на это с тобой еще украшательства не занимаемся есть кто продает там какие-то товары какие значит мэйт и прочее им еще этот stories классно зайдет stories но это который ты магазин там еще можешь творогу красит там весь нарядный сделал ну до stories еще не дошли честно могу сказать много всяких на таких вещей на амазоне которые я очень скептически которым относился они реально со временем причем ну со временем с работы короче то есть причем я за этим наблюдал за конкурентами за учениками все эти моменты то есть так вот по крупицам потихонечку потихонечку убеждался в том что я не прав изменял какие-то нюансы вот но некоторые вещи до сих пор вообще не работают никак ну то есть просто например на это самый красивый description для меня это вообще просто зря потраченное время пока что да если время есть можно конечно там нарисовать на если бренд регистре есть там торговый марк ну вот по выхлопу 0 то есть абсолютно 0 вообще вот не знаю что со сторисом ничего не могу сказать но это определенный группу товар да так чё со звуком никто что-то не пишет раз два три сейчас на телефоне послушаем текст 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 раз два три ездил владислав спасибо то проверять не буду лишний шум на мне нужен отлично чё тогда еще у нас есть 7 минут можете любые вопросы задавать что времени терять потому что договаривались на 2100 люблю все во время делать мы пять минут еще дадим то есть 7 минут есть если есть какие то вопросы во первых можно зайти в зум голосом вопросы задавать я так больше люблю живое общение облегчает понимание вот ну можно соответственно сделать ну просто пишите вопросы любые кто в гостях сергей мой напарник у нас есть ним продукты мы торгуем думаю фамилия вам его ни о чем не скажет особо звук отличный хорошо давайте вопросы все время не терять потому что я говорю почти там минут пять десять еще будем ждать людей в любом случае чтобы уж собрать собрать сейчас я никаких записи а на какую тему вещами ппс ну я сейчас кинул ссылка зачем нужен амс в принципе вот внизу я там написал в комментариях посмотрите внимательно это как бы хотим рассказать про амс аккаунты вот ну и немножко затронуть ппс если будут вопросы опять же вот потому что я хотел рассказать вообще для чего амс аккаунты нужны какая у них история как я знаю именно как продавец я не являюсь там спецом по ппс который специализируется на этом не не являюсь ли вам обладателем амс аккаунта в течение там последних трех лет своей работы на амазоне просто расскажу свои впечатления как я с ним как им пользуюсь как работаю приносит он доход или нет то есть ну вот там что ребята их продают амс аккаунты на самом деле когда только начинал на амазоне их можно было там зарегистрировать потому что амс аккаунт является абсолютно отдельным аккаунтом неважно то есть никакого отношения к селлер аккаунту он не имеет то есть вы можете с тех же самых данных все зарегистрировать но сергей более подробно расскажет технически этим он занимается он у нас эти аккаунты открывает вот мы на одном из них работаем и получается то что надо объяснить просто что это такое в принципе многие может не знаю не знает например как ими пользоваться ну вот мы это и расскажем то есть не будем рассказ какие-то в дебри вдаваться то есть это именно на уровне купил продал заработал денег все главное что в сухом остатке доход остался ну вот люди как бы сейчас делают сейчас очередное окно открылось можно соответственно этот аккаунт зарегистрировать на любого человека ну по крайней мере попробовать сколько это будет продолжаться я не знаю день-два месяц я несколько раз пытался зарегистрировать меня не получилось то есть это ну не так просто вот в принципе все ну а так наверное основное это пи-пи-си потому что м с аккаунтом дает возможность как раз здесь написано запись до эти как их звать лайвы всегда в группе идут они как бы автоматически пишет ну на youtube канал еще выложим если руки дойдут вот как раз здесь я картинку нарисовал в комментариях здесь вот как раз есть спонсор и продукт headline search и продукт display ads вот продукт display ads это как раз у нас есть является амс это под под кнопкой то есть когда хотят купить вот под кнопкой есть рекламное объявление наших наших конкурентов как обычно вот headline search это у нас как бы полоска сверху то есть это ближе к бренду то есть ну спонсор все знают где находится блок спонсор вот и все принципе при наличии этого аккаунта вы можете этими всеми возможностями пользоваться так ждем вопросом вопросы вопросы ссылка на зон внизу повторю еще раз сейчас найду я так вот ссылка на зон чтобы голосом было удобно еще раз продублируем тогда ждем еще пару минут по-быстрому пробежимся чтобы возможностям например скопил вот вот на самом деле как у меня происходит вот как раньше происходило как сейчас происходит вот до процентах это все на самом деле такой плавающий плавает все нельзя сказать там окос я не знаю 10 процентов это вот такие вещи мне кажется неправильно мне кажется самое важное то как я недавно отзыв рассказывал про снова и основной программе который я пользуюсь под названием за контрол сабард вот там как раз я пользуюсь в принципе сейчас надо момент только ей причем ей только как бухгалтерской то есть автореспондером все остальные вещи то есть там индексация ключей все остального особо не пользуюсь для меня важен конечный доход сколько остается вот они какие там окосы и так далее потому что ну вот сейчас на какая-то экстремальная ситуация у меня есть своя стратегия по пиписи она именно моя я нигде никогда ничего не учился просто экспериментатор люблю я это все дело и у меня сегодня вот сейчас еще там сколько два часа назад по куче особенно мануала вылетел этот самый как называть аутобюджет то есть такого никак не было что в начале дня рабочего у меня аутобюджетом по куче аккаунт вылезал вот и ничего не могу сказать то есть разные ситуации конечно в итоге главный доход и все то есть у меня есть свои показатели качество моей работы вот я от них отталкиваюсь а я не отталкиваюсь от окосов потому что окос показывает одно там другое третье и реклама затормаживается и так далее то есть мне важно вот там 5 января я посмотрю как я сработал декабрь со всех своих аккаунтов то есть для меня это будет вот основные показатели потому что где-то бывает у меня лисинг притормаживается например ну вот то есть но как по каким-то причинам то есть может быть передушил реклама может быть еще что-то где-то наоборот прет недуром вот вот сегодня аутобюджет я просто там сломя голову сел там где-то добавил бюджет естественно где-то соответственно удалил много очень где уходят деньги то есть вот ты начинаешь балансировать просто и норма прибыли зависит от этого то есть если тебя наценка и на этом 500 процентов ты можешь себя костом и сто процентов позвольте но не стоит 40 там 50 60 процентов я не знаю если ты хочешь продвигать то же самое а если тебе надо там диалогов сток на носу зачем тебе вообще все это надо то есть из-за этого так ладно сейчас значит тогда я думаю можно начинать уже шесть минут включу я все таки запись прошла чуть я скачать отсюда не смог вам не буду так сегодня с 3 января всех с наступившим новым годом чтобы год был лучше предыдущего по всем показателям двигаемся значит сегодня наша тема разговоры это пи-пи-си и дополнительный канал сбыта видео ms аккаунта вот многие о нем слышали но ни разу не видели многие слышали видели многие пользуются все по-разному что такое ms аккаунт вот здесь у нас внизу я скинул картинку то есть картинка это которая в этом мероприятие то есть что дает нам ms аккаунт сергей ты видео покажешь вообще что он там может может подготовить что пока что не нет зачем наш но вот эту демонстрацию крана когда можно запустить компания ну ладно хорошо я понял соответственно нас есть возможность про ms аккаунт подробно расскажет сергей как мы регистрируем какие там нюансы и все остальное я расскажу какие возможности ms аккаунт имеет амс аккаунт имеет возможность обычный спонсор от рекламы соответственно headline search headline search мы можем пользоваться только тогда когда у нас торговая марка бренд регистрии там 20 я не знаю какой там номер неважно вот и сама непосредственно ms вот это вот который находится под кнопкой купить продукт уже непосредственно в листинге здесь вот принципе все подробно нарисовано где эта реклама находится вот спонсора никаких преимуществ нет ну то есть можем там запускать рекламу можем в другом месте единственный нюанс какой у нас спонсора снимается с аккаунта амазона здесь надо подключить свои платежные данные мы я у всех узнавал все подключая свой базовый пионер мы сергеем немножко видно где-то тупанули вот и прождали некоторое время но в любом случае подключили тоже свой пионер на начальном этапе работали на обычный там сбербанковской там на разных короче картах вот потом значит headline search headline search что это такое ну на данный момент у меня есть два аккаунта полностью сидящих на headline search на данный момент они самые прибыльные вот при условии что headline search не всегда работает не на всех аккаунтах у меня работает вот то есть на некоторых аккаунтах так получилось чем это связано не знаю есть естественно предположение одно из предположений это как с плохими фотографиями то есть ниша заходишь там у всех плохие фотографии вы делаете классные фотографии на одних фотографиях вылазите в топа ну естественно если у вас все такое же там и отзывов нормальное количество разумное и соответственно листин качественный продукт конкурентный то вы за счет одних фотографий можете сайт бестеллером я остановился и не раз А headline search это как раз та ситуация Когда вот в этих нишах, например, нет торговых марок Нет бренд регистрии ни у кого И просто он пустой И цена за клик там просто смехотворная Ну, то есть там в основном от 40 центов начинается Ну, я предпочитаю, то есть у всех есть свои критерии Я предпочитаю от 40 центов там до доллара 20, например, болтаться Вот, то есть у меня реально есть два аккаунта Вот, один самый прибыльный на данный момент Один так себе Вот, ну там я продаю товар То есть через headline search я распродаю полностью товар Это мой старый товар На данный момент пока я временно не планирую им торговать Потому что я понял как бы потребительские свойства этого товара За работу уже полтора года с ним Вот, я просто ищу ту модель, которая мне подойдет Вот, те, которыми я работаю, они мне не подходят Потому что слишком много органического негатива Вот, и получается так, что на том аккаунте Где я сейчас заработаю хороший на headline search Ситуация такая, что на обычной рекламе у меня просто ничего не получалось То есть просто окос был убийственный Я думаю, что скликиваю То есть, ну там убийственный окос Это может и тысяча процентов, и четыреста Понятно, нам важен не то, что там десять тысяч процентов окос Или там пятьсот тысяч А сколько тратится Тратилось тоже прилично То есть, сотни-сотни долларов в день Вот, мне это не устраивало Я много раз запускал, потому что это все равно рандомно бывает так Компании, если многие знают Запускаешь, не заходит, не заходит, не заходит И зашла Вот, я повязался, пробовал Разные способы, ничего Только вытянул headline То есть, за счет headline на данный момент я просто там очень хорошо себя чувствую На данный момент я обнаглел Запустил один мануал, по-моему И один автомат у меня остался на товарах Но в любом случае это вот как бы дополнительно идет Вот, вот если в процентном соотношении На других аккаунтах headline search у меня Я так как там другие компании нормально работают Как бы упорно headline search не делаю Вот, там в любом случае он у меня присутствует И окос всегда ниже всех Просто надо понимать тоже, что помимо окоса Надо смотреть на количество продаж Не всегда headline search дает нам количество продаж Соответствует там мануалу, например, или автомат Вот, то есть дополнительно headline search всегда использую Ни разу такого не было Бывает он не заходит Но, как правило, у меня однозначно headline search Конкурентное преимущество мое Это вот сто процентов Может они на мануал потом перейдут, на автомат перейдут Но это сто процентов headline search На данный момент я с ним работаю Торговая марка у меня появилась Ну, короче, с московского форума То есть уже полгода примерно на хедлайне Могу прям заявить откровенно Хедлайн search офигенная вещь Вот, то есть для меня это вообще супер Надо, конечно, уметь пользоваться Надо иметь линейку Потому что надо понимать, что для хедлайна Есть нюансы Надо это тоже знать, как бы учиться А там, например, надо три товара Вот, можно, конечно, там хитрить Но в любом случае есть свои нюансы Вот, что касается хедлайна Что касается АМС АМС я пользуюсь лично, я месяц До этого надо понимать, что АМС аккаунтом Можешь пользоваться, например То есть если у человека АМС аккаунт Он может там в аренду его сдавать То есть сам там деньги брать Размещать ваши осины Рекламируют на этом АМС аккаунте Я так отдавал своим друзьям Вот, многие делали у меня Очень хорошие продажи были Вот, то есть высокой конверсии Потому что если ваш товар Вы считаете реально лучше конкурента Вы, соответственно, можете к топовому конкуренту Засунуть свой продукт Вот, ну и все Если он действительно, ему требуется только трафик Это решение проблемы Однозначно На данный момент у меня АМС пока не очень хорошо работает То есть я не могу сказать, что там Звезд неба не хватаем Но тренируемся То есть на данный момент я его использую Полный рост там Так скажем Один-два месяца всего-навсего Вот Какие минусы? То есть мы знаем, что при рестартах При всех этих моментах у нас происходит На мануале, на автомате В обычной спонсорской рекламе У нас происходит привязка к SKU Соответственно, вы рестартнули И у вас все замечательно, красиво Все стало и дальше поехало работать Вот На хедлайне и на АМСе такого нет То есть там привязано все к ASIN То есть если у вас рестартовался ASIN Вам придется за мной перезапускать На АМСе это через копию можно сделать Вот То есть скопировал Поменял там товары, ASIN И дальше двигаешься В принципе это нормально Перезапускается Ну опять это рандомно Но если товар нормальный У меня проблем особых нет То есть нормально На четверку Четверку с минусом Это худший вариант В принципе все норм С АМСом Блин, там надо каждый раз Это все вручную Тоже сложность Но я еще раз говорю То есть на данный момент С АМСом и боремся То есть такого гипер какого-то эффекта Я от него не ощутил Например Но год назад Я глобально То есть 50% продаж Вот на моих там Крутых аккаунтах Я кстати когда в прошлом году Показывал там результаты Это было достигнуто За счет АМС в том числе В принципе все Пока на данный момент Сергей, тогда расскажи техническую часть Но потом наверное ответим на вопросы Ну что можем сказать Доступ к аккаунту Вашему нам не нужен С селер-централом Это как бы никак не связано Можно связать Вот как у меня допустим Там сделано Но смысла в этом нет То есть лучше иметь Отдельный аккаунт Нужно два номера телефона На который по договоренности Как мы когда будем делать Нужно быть готовым быть СМСки принять Вот И нужен Банковский счет Ну то есть Все вот эти реквизиты Аккаунт номер Там Рут Вот этот Сох-код Все то что У нас в Филиппионере Или если мы Имеем юрлицо в Америке То есть от компании То есть обыкновенные реквизиты Все То есть мы сейчас После лайва Оставим в фейсбуке Табличку Которая для заполнения Нужна будет Вот Ну или там не знаю И не сделает Разошлет там желающим Заполняйте табличку Присылайте нам И дальше Соответственно мы начинаем работать От трех до пяти дней Рабочих Ну в зависимости от Скорости там Индусов Собственно говоря Мы получаем готовый Аккаунт Отдаем его вам Подпишем Все с имейлом Работаете Как только получаете Заходите там Для своего спокойствия На мейл этот Меняете там Пароли Или там что хотите Вот И все Можете начинать работать Ну что Что у нас там еще Такие вопросы были Вопрос был Напомню Как я могу его использовать Использовать Вы можете Рекламировать Через MS аккаунты Любые абсолютно Осины Там друзей То есть там Я не знаю В складчину его купите Или все что угодно То есть Многие так делают Мне вот как говорю Я ребятам отдавал Свои осины Мы через них Реализовывали Но сразу могу сказать Это геморрой По бухгалтерии То есть Потому что учитывать Вот эти все вещи По затратам Ну Мы решили эту проблему Ручной работой Так скажем То есть Это Не очень удобно Ну в принципе все По поводу того Что Опять же Забыли сказать Что там Плюшка Еще сториз является Можно Красивый магазин Сделать У кого как бы Товары подходящие Для этого Вот Или у кого Линейки товаров Есть И имеет смысл Вот этот вот Сториз нарядить Красивый Ну это тоже Оттуда возможно И ты еще не сказал Что там Расширенная Как Ну Хедлайн Расширенная Возможность Ну Я так как Не пользуюсь То есть Я Всегда говорю То что Чем я Непосредственно пользуюсь Да В хедлайне Есть там Дополнительные Расширенные Возможность Ну вот Так что Есть вот такие вот Возможности Давайте Та вопросы По теме Связанные С рекламой На Амазоне На любые вопросы Ответим По конкретно По этому аккаунту По технической части Или по Соответственно По рекламе Процентном соотношении У меня такого нет Я реально Не учитываю Мне без разницы Я еще раз говорю Я учитываю Только У меня вот два Ну есть несколько показателей То есть У меня есть понимание Какие я бюджетами Варьирую Какие ставки Я делаю Постоянно Как Какие То есть Спонсор это одно В Хедлайне Это другое В АМС Это третье Но самое главное Вот Программа Селсбор Любая Пускай Бухгалтерская Программа Это непосредственно И в конечном итоге Какой доход С аккаунта У нас пришел Для меня Лично показатель Нормальный На троечку Когда я заработал Предположим Тысячу долларов И потратил Тысячу долларов То есть Две тысячи всего Заработал Тысячу профит То есть Пятьдесят на пятьдесят Это я считаю Удовлетворительная работа Но Когда соотношение Не хуже Это уже я считаю Плохо работает Надо что-то менять Вот Второй момент Когда хорошо Это когда Там Два к одному То есть Семьсот Там Шестьдесят шесть Заработал Триста тридцать три Соответственно Подряд на рекламу Вот Если Три к одному Но это уже Там Семьдесят пять На двадцать пять Это уже Отличный результат То есть Тут вообще Разговаривать нечего Ну в принципе Вот и все Из-за этого Когда у меня Эти соотношения В зависимости от того Как они у меня меняются Я начинаю Работать с рекламой По-разному В принципе Вот и Весь секрет Привет С этим маком Работает через удаленку Обучение по настройке Есть Ну можем Проконсультировать Там в принципе Все абсолютно Очень просто Вот Работать не через удаленку То есть Мы работаем обычно Через юзер Пермишен То есть Например Это аккаунт Сергея Сергей дал мне доступ Я на нем работаю Вот А там Другим ребятам Дали доступ Они работают Можно соответственно Таким образом Работать Можно работать То есть Ну через Одного человека Который все это делает Потом счета выставляет Ну В любом случае Это абсолютно Отдельный аккаунт Который никак не пересекается С Селлер аккаунтом То есть В хорошей точке С хорошей Если у вас нет Пересечения В АМС аккаунтов То есть Вы не работаете С двумя-тремя Одновременно То просто С основной своей машины Никакие там ВДС И все прочие Там Анциклубными Не нужны Ну да Но можно еще раз Говорю Давайте Юзер перемешим То есть Своим помощникам Там Работникам И так далее То есть Купил Отдал Они работают Все делают То есть Как обычный Аккаунт На Амаза Вот В любом случае Естественно Проконсультируем Как это все работает Там Каких особых Проблем нет Сергей все покажет Расскажет То есть Кому это будет интересно Так Давайте Вопросы А то Рассказывать Все нечего Без вопросов Говорить Нечего Про проценты Я думаю Ответил В соотношениях Цена Мы говорили 2000 долларов На данный момент Такая цена Что будет дальше Не знаю Непосредственно Работу Всю делает Сергей То есть Это не Какие-то Индусы Или еще кто-то Все оформляют Аккаунты Абсолютно По-разному И по срокам По времени То есть Ну У всех Свои Схемы Так скажем Лайфхаки Я еще Расскажу Что Доступ Вашему Аккаунту Не Нужа Да Не надо Никакие Сайты Делать Не надо Месяцами Ждать То есть Стопроцентная Гарантия Сергей Деньги Пойдут Тогда Когда Вы Соответственно Сделаете Я Как Гарант Выступаю В этой Ситуации Ну Что Того Ждем Пять минут Если Вопросов Больше Нет Можно Тогда Заканчивать Мероприятие Что Вопросов По рекламе Нет Никаких Где Идут Непосредственно Продажи Продажи Это Еще раз Говорю Повторюсь Можно Конечно Будет Видеозаписи Посмотреть АМС Аккаунт Предоставляет Возможность Создавать Рекламу Обычную Создавать Рекламу Фейдлайн Сёрч И Создавать Рекламу В Лисингах Конкурентов Под кнопкой Купить Эту Кар Ну Вот Без Наличия Брендов Торговых Марок Без Ничего Вот Что Он Дает То Это Как Дополнительный Канал Сбыта С Помощью Пи-пи-си По поводу Оплаты Я уже тоже Говорил Просто Привязываете Свою карту Пионер И Через Нее Оплачиваете То есть На которую Деньги С Амазона Приходят Просто На Амазоне У вас Вписывается Аккаунт Денежку А Здесь В этом Аккаунте Вам надо будет Передать Свою Амазон Не Не Карту Пионер Ой Карту Пионер Ну Свою Карту Короче Ну 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 Просто Нам Как Так Как В основном Потому Что Здесь Так Как Нам Оплачивает Амазон Все Так Надо Планировать Что Пионером Работать А Так Привязать Можно Много Кар Естественно Пока На Пионер Если Денежек Нет Соответственно Можно Добавить Какую Карту Другую Преимуще Я тоже Сказал Конкурентное Преимущество Никто Его Не Отменял Вот Далеко Не у всех Есть Возможность Чтобы Хедлайн Запустить Надо Насколько Я понимаю Ну Как У меня По крайней Мере Иметь Бренд Регистер Для того Чтобы Делал Бренд Регистер Надо Иметь Торговую Марку То есть Достаточно Долго Эффективность На Некоторые Аккаунты У меня Просто Полностью На этом Сидят На Хедлайне На Одном Ну Вот А МС Надо Соответственно Только Иметь Такой Аккаунт То есть Даже При наличии Бренд Регистер Или Торговых Марок Это Делает Самый прикольный Ты правильно Сказал Что Ты можешь Конкурент Своим Основным На Листинг Сесть Под кнопкой Купить Если Ты Лучше И Дешевле И Если Нужен Трафик Ты Уверен Своим Товаром Естественно Однозначно Потому Что Ситуации Разные С одними Тим же Фотографиям С одними Тим же Листингом Все одно И то же Примерно В тот же Самый Период Времени Может быть По разному Потому Что у меня Был товар Который У меня Супер Пупер Он Реально Мы же В рекламе Видим Когда мы Выгрузку Например Через Excel Таблицы Делаем Там Как раз Написано Осины Которые Нам Приносят Доход Мы Треть Продаж То есть Я Не мог Никак Торговать Через Этот Осин То есть Создать Себе Трафик Потому Что Автомат Он Просто Рандомно Все Это Закидывает Раскидывает Вот А 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 В любом Случай Ставки По По Рекламе Намного Ниже То Естественно Обычно Рекламе Там Я Не знаю Средняя Ставка От Доллара И Вверх Пошла Ну Редкий Случай У меня Там Бывает Я Мину Такие Нормальные Ставки Не Просто Какие Непонятные Которые Ничего Не Дают Ну Там 0.8 0.9 То То Это Нормально А 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 4 Начинает Став За счет Этого В принципе Там И Живешь Что Там Ставки Просто Ну Скорее Все Где-то В Два Раз Дешевле И На А 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 Так Еще Жду Пару Минут Вопросы Голосом Текстом Пишите Здесь В Комментариях Вот И Мы В принципе Тогда Заканчиваем И Получается Это Единственное Где Можно И И И Подращенные Деньги Которые Мы На Би С Чужих Эти Продаем Обычно Эта информация Нам Ничего Не Давала А Сейчас Она Золотой Становится Потому Что Просто На Эти Асины Сажаешь АМС И У Тебя Эти Ну Когда Вы Набрали Статистику Конечно То Есть Ты Берешь Эти Асины И И И И И И И И И Это Просто Дополнительный Канал Сбыта И Все То Это Все Конкурентные Преимущества У Людей То Есть Кто Профессионально Занимается На Амазоне То есть Некоторые Из-за Этого Мы Самый Первый Раз Когда Вытащили Вот Эти Набира Ахмед Кресенов И Загнали В АМС У нас 14% Опоз Получился Прямо Со Старта Да Зато Потом Подсел Так что Разбираться Надо Во всем Надо Разбираться Это Не Волшебная Палочка Которая Взял И И И Опыт Опыт Много Потраченных Денег Ну Так что Есть Чем Работ Ну Из Опыта Можно Сказать Что Не Стоит Доводить Как Бюджет Так Скажем Чтобы Карточка Привязанная Работала Бесперебойно Потому Что Мы Раз Два Или Три Прерывались Пока Карточки Меняли И Каждый Раз Стартует По Разному Ну Как Наверное И Писи Соб Нет Точно ПМС Я Еще Не Нашел Ту Стратегию Которая Мне Приносит Доход То есть Пока На дан Момент Я Болтаюсь В лучшем Случай В ноль Так что Надо Работать Здесь Ничего Страшного Нет Любая Стратегия Зависит От Продукта От Конкуренции От Маржей От Многих Многих Моментов Так Жду Еще Одну Минуту Нет Вопросов Всем Удачи Всем Пока Тогда Таблица Туда По запросу Наверное Кинь Просто И Да Нет Кинь Сюда В комментарии Сейчас Это Фейсбук В чем Проблема Ну В принципе Вопросов Нет Тогда Всем Спасибо Кто Был Еще Раз С Уступившим Всех Благ Всем Пока Всех Благ